Всем привет, ребята! В этом видео я вам расскажу об очень страшной истории. Ребята, я расскажу историю, как одна девочка не заходила в Роблокс целый год. Сегодня я вам расскажу все в подробностях. Ребята, когда я узнал об этом, я был максимально в шоке. Поэтому оставайтесь со мной, ребята. Сейчас я буду начинать рассказывать историю, а вы внимательно слушайте, потому что история реально, ну, очень страшная. Вот, ребятки. Итак, что же произошло? Итак, была одна вот такая вот у меня девочка в друзьях. Сейчас я покажу ее ник, продемонстрирую. Karisha1220987 Была она у меня в друзьях, мы с ней часто играли. Мы с ней познакомились в Adopt.me на одном интересном сервере. Мы с ней часто играли, любили играть, трейдиться, шутить и так далее. И я у нее был один единственный друг в Роблоксе. У нее не было больше друзей, кроме меня, и аккаунт у нее был совершенно не раскрученный. У нее не было ни роббуксов, ничего. Она играла в самом простом скине. У нее не было пэтов, и мы с ней играли около трех месяцев. Очень любили играть, переписывались в Роблоксе, в чате и так далее. Но, ребята, в один день она мне написала такую странную смс-ку. Я ей предложил поиграть в Роблокс в очередной раз в Adopt.me, зайти потрейдиться с кем-то, подшутить над кем-то и так далее. Но, ребята, она мне ответила очень двухзначно. Я не знаю, что делать. Вот такое вот сообщение она мне написала. Кариша, 122-09-87. Я пишу, в смысле, в чем проблема? Пошли играть в Роблокс, как мы это делали три месяца, два месяца, один месяц назад. На что она мне ответила, я чувствую, что скоро меня не будет. На что я ответила, Карина, что за бред ты несешь? И, ну, что это вообще такое, что ты говоришь, типа? На что она мне отвечает, я не Карина. Я говорю, в смысле, говорю, у тебя не Карина, ты мне говорила то, что тебя зовут Карина и так далее. На что она мне ответила, я не Карина. Это было, это было мое фейковое имя. Я говорю, что, ну почему ты тогда раньше не могла сказать, как тебя зовут, в чем проблема? Она мне говорит, я не могу говорить, как меня зовут. Это секретная информация. Если я скажу, то у меня не будет уже 100%. Я очень сильно испугался и не отвечала на смс-ки приблизительно час, потому что я не знала, что ответить. И после этого я отвечаю, Карина, ну, как тебя зовут и вообще, что происходит? И, ребята, она мне ответила и написала, прости меня за все. И, ребята, больше она не заходила в Роблокс. Больше она не играла с этого аккаунта целый год. Аккаунт был заброшен. Никто за год в него не играл. Он не был активный ни разу. И она как будто просто пропала. Что, ребята, произошло с этой девочкой, я не знаю. Возможно, у вас есть предположения, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если хотите больше таких историй. Всем спасибо большое за просмотр. Всех очень сильно люблю. Всем пока-пока. Всем удачи, хорошего дня. Всем пока.